Здравствуйте, уважаемые председатели, коллеги. Хочу представить вам клиническое наблюдение образования костей черепа. Пациентка 52 лет, 1 января 2019 года, на фоне полного благополучия отметила визуальный дефект правой половины лица и плотное образование в сочной области справа. Обратилась к неврологу по месту жительства и была направлена на МРТ головного мозга. При магнитно-розонансном исследовании было выявлено образование клиновидной скуловой лобной костей справа, имеющие изогипоинтенсивный МР-сигнал на Т1 и Т2 в свеженных изображениях. При контрастировании умеренно, неоднородно накапливает контрастное вещество. Также отмечается утолщение твердой мозговой оболочки до 3 мм в лобной и височно-теменной областях. Еще было выявлено округлое образование в теменной области справа широким основанием, прилежащее к твердой мозговой оболочке. Умеренно изоинтенсивное на Т1 и Т2 в свеженных изображениях умеренно гомогенно накапливает контрастное вещество. Для уточнения изменения костной структуры была выполнена компьютерная томография, при которой определяется склеротическое образование скуловой клиновидной лобной костей. Справа неправильная округлая форма с неровным губчатым контуром. Образование распространяется в полость орбиты, оттесняет структуры орбиты и вызывает экзофтальм. Прилежит к верхней прямой и боковой прямым мышцам глазного яблока, распространяется в правую височную и лобную области. Также было выявлено округлое образование в правой теменной области с широким основанием, прилежащей к твердой мозговой оболочке, с наличием в структуре обезвестления, вероятные менингиомы. По результатам компьютерно-томографического и магнитно-резонансного исследований был выставлен следующий дифференциальный диагностический ряд. Интраосальная менингиома более вероятна, фиброзная дисплазия и остеома менее вероятна. Было приведено хирургическое лечение, удаление опухоли основания черепа и орбиты с одномоментным закрытием хирургического дефекта титановой пластиной. По результатам гистологического исследования был поставлен окончательный диагноз интраосальной менингиомы. На контрольной компьютерной томографии визуализируется костный дефект, прикрытый металлической пластиной с обеих сторон, который отмечает скопление содержимого. Экзофтальм сохраняется. Таким образом, внутрикостная менингиома является менее распространенным типом менингиом и составляет 1-2% от внутричерепных менингиом. Чаще локализуется в клиновидной кости, поэтому наиболее распространенным проявлением является экзофтальм и нарушение зрения. Есть несколько гипотез происхождения таких менингиом. Одна предполагает, что клетки паутиной оболочки попадают в ловушку внутри линии шва во время закрытия швов после рождения. Другая гипотеза предполагает, что клетки паутиной оболочки становятся захваченными в костях после перелома костей, что в дальнейшем приводит к возникновению внутрикостной менингиомы. Еще утверждает, что так как клетки менингициты имеют мезонхимальное происхождение, то мезонхимальные предшественники в костях и хрящах могут как-то неадекватно реагировать на некоторые факторы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У кого есть вопросы? Вам можно задать вопросы? Давайте, конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.